Доброе утро! Доброе утро, красотка! Камера ловит хорошо на глазах фокус. Лучше, чем моя прежняя камера для влогов. Сегодня у нас день молодой мамы, и не только день, потому что приоткрою секретик, который понятен по названию. Я снимаю будни, это значит, что мы захватим еще несколько дней. Самое интересное. Почему? Почему? Почему несколько дней? Почему, 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 почему. Что у нас интересного завтра-то будет? Иго-го. Иго-го, как Ева говорит. Так вот, сегодня обычный самый день. Ну так, есть несколько задач интересных. И у нас наконец-то пришла аномальная жара в России. Это значит, что можно пойти... Я что, тебя стукнула? Да. Это значит, что можно сейчас пойти на улицу сразу. Можно бегать. В толстовке. Ты пирожок? Да. Блин, жалко, что меня люди такое видят в самом начале влога, да? Типа только откроешь видео, сразу такой, блин. Пьем воду. Бутылка стоит прямо в кровати. Ночью тоже пьем. Потому что очень удобно. Мы сейчас, кстати, лежим на змее, как Денис называл ее. Это подушка для беременных. Подушка, которая длинная такая. Она специально, чтобы... Ты каждую мою фразу зеваешь. Во-первых, во время беременности было очень удобно, что можно вот эту вот часть, длинную, вон она какая длинная, положить между ногами. И как бы это облегчает жизнь. Пытаюсь найти лучший кадр, а его нет. Лучший ракурс. А сейчас этой подушкой можно обкладывать ребенка с двух сторон, чтобы он как бы в бортиках был, когда спит на кровати. Ну все, встаем. А потом будет вкусный завтрак. Сечка, доброе утро. Ты выкинула грушу? Да. Груша. Обзор груши. Да, это край называется. Эта кровать заканчивается. Молодец. Разворачивайся, разворачивайся. Разворачивайся. Умничка. Умничка. Очень быстрый минимальный уход за кожей. Я беру многоразовые диски. Это вот такая тряпочка. Их не нужно, получается, выбрасывать. Их просто нужно стирать после каждого использования. И очень экономно, и экологично. Тоник. И патчи на глаза. Это даже называется маска для кожи вокруг глаз. Мне очень нравится, что, в отличие от других патчей, они очень хорошо держатся. Спокойно выдерживают бег, разминку и не отваливаются. Их можно держать 20-30 минут как раз. Сколько я бегу примерно? Погнали на улицу. Спасибо. Девочки, вы бы знали, как офигенно сейчас на улице. Вот просто по сравнению с тем, что было последние две недели у нас в Тернбурге. Жара плюс 37, плюс 40. Вот такая погода, это просто спасение. Я, в принципе-то, обожаю пасмурную погоду. Но насколько это приятно после такой аномальной жары. Кстати, очень часто и много вы меня спрашиваете о том, как не стесняться, например, бегать в патчах. Не знаю, разминаться, снимать себя вообще вот на камеру. Сейчас идут кучи людей вокруг меня, на меня смотрят, машины едут. Разминаться в парке при всех, когда ты не особо такой тренер, а просто как бы любитель. И вот вообще настолько по барабану, мне кажется, должно быть, когда вы делаете хорошо своему телу, своему здоровью, своей коже, я не знаю, почему мнение чужих людей должно быть важнее и приоритетнее, чем вот это все, что вы для себя делаете. И поверьте, люди, другие, не смотрят на вас с суждением. Нам всегда кажется, что мы очень много внимания на себя подтягиваем. На самом деле, каждый человек думает о себе вот ровно так же. То есть каждый человек думает, что на него сейчас смотрят, что он, не знаю, пуп-мир и все вокруг него вертится. И представляете, если каждый человек так думает, какое это всеобщее заблуждение. В общем, мой совет, поменьше думайте о том, что о вас думают. Если это не нарушает, я не знаю, закон, делает вас лучше, то вообще никаких не должно быть вопросов. Сделать это или не делать. У меня уже привычка носить браслет, фитнес-браслет на ноге, потому что, когда я везу коляску и гуляю с Евой, если я браслет ношу на руке, то браслет не считает шаги. А у меня сейчас, между прочим, идет марафон шагов. Очень важно. И потом я поняла, что это, в принципе, очень удобно, что как будто он четче даже считает шаги, когда браслет на ноге. И я теперь его каждый день почти на ноге ношу. Ну, кроме когда я в красивом платье, он мешает. Пока я сделаю хвост. Иногда я бегаю с аудиокнигой. Последняя, кстати, прослушанная и безумно классная книга, которую рекомендую. Это «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Очень крутая. Я буду ее перечитывать еще в печатном варианте, потому что там такая информация. Мне кажется, что чуть ли не настольная книга должна быть. Мужчина так обернулся сейчас, потому что не видно, с кем я вообще разговариваю. И со стороны, знаете, это смотрится, как будто я присела около лавочки, потому что вы сейчас стоите на лавочке. И я разговариваю со спинкой лавочки, потому что камеры не видно. Он так, знаете, осмотрелся. И еще раз назад. Да. Иногда я слушаю музыку во время бега. И очень классно специально подбирать такой плейлист, который будет тебя мотивировать бежать дальше. Вот, например, моя прическа «Яблочко» очень меня тоже мотивирует. А иногда, как сегодня, я забываю, но не специально забываю наушники, реально, и понимаю, что, ну, значит, так надо. И слушаю звуки парка, слушаю себя и безо всякой информации просто бегу. Здорово, когда есть возможность бежать по земле, а не по асфальту. Намного лучше для ног, поэтому я выбираю такую поверхность. Один круг позади, моей прически больше нет. Бежим дальше. Видите, как прикольно снимался предыдущий кадр. Потому что без моей сумки камера не держится на вот этой вот, что здесь вообще написано? Соблюдайте чистоту. Да, кстати, очень хорошее замечание, спасибо. Именно поэтому здесь лежит бутылка. Ну что, пробежка завершена. Действие моих патчей тоже. Вот как круто они держатся, смотрите, они прямо пленочкой вот так снимаются. Меня, кстати, выгоняет дождь из парка, потому что идет прямо уже. Нормальный такой дождь, я не знаю, вам видно или нет. Мы направляемся в магазин. Нужно к завтраку купить бананов, замороженных ягод, овсяного молока. На самом деле много не буду покупать. Мы завтра уезжаем. Нам нужно, наоборот, все доесть, что есть дома. Обязательный атрибут 2020. Спасибо. Мы, кстати, вчера с Денисом пробовали вейксерф. Это безумно крутая штука. Я сюда вставлю кадры с вчерашнего дня. Но, к сожалению, со вчерашнего дня у меня болит здесь мышца. Хотя я вроде хорошо растягивалась, но, видимо, все равно потянула. Сейчас буду мазать чем-то разогревающим. У нас есть такая зеленая мазь из Таиланда. Она прям такая ядерная. Вот, наверное, попрошу маму меня сейчас намазать хорошенько. Хорошенько. Покажи, как ты папе помогаешь кофе делать. Да ты умница. Расскажи, что это такое. Это кофемолка. Ручная. Тут зерна засыпаются вот сюда. Все уже заканчивается. Не видно у меня. И вручную очень быстро перемалывается. Ты это сделал, купил зачем? Просто мне нравится. Процесс. Ты что, романтик? Да. 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 Завтрак был изумительно вкусным. Это просто любимый мой вариант летнего завтрака, когда особенно вот жарко было. И не хотелось ничего горячего. Каждый день я пила смузи. Каждый день. Но это не просто смузи, это смузи-бол. То есть я туда добавляю меньше жидкости, чем в обычной смузи. Он получается таким густоватым. Туда можно добавить хоть что по своему желанию. Ева сейчас, кстати, уже на первом сне. Сейчас переход от двух снов к одному. Раз на раз не приходится. Вот сегодня погода, например, такая более пасмурная, дождливая. И она вообще рано ушла на первый сон. Макияж я наношу вообще за три минуты. И то с этим карантином и нынешней жарой я вообще перестала краситься. Но если я крашусь, то это буквально несколько продуктов. Биби-крем, карандаш для бровей и тушь на нижние ресницы. И обычно после завтрака я уже начинаю работать. И сегодня решила вас погрузить в эту сферу побольше. Поподробнее рассказать, потому что вы часто спрашиваете, что именно я делаю каждый день. В плане ведения блога, какие внутренние процессы, вопросы. Кто у нас проснулся и сразу за чтение? Кто? Какие у тебя щечки? Вообще, Еве сегодня 14 месяцев. 21 июля. А ты сейчас с бабушкой гулять будешь? А мама будет работать. Сидит такой карапуз. Просто когда-то помещалась в ладошку. Ну, почти. А сейчас сидит, книжку сама листает. Кто это? Ляля. Ляля. Так это же ты, Ева. Это ты в зеркале. А где твоя футболка? Ляля. Ну что, Ева с бабушкой ушли гулять. У меня мое рабочее время. Сейчас я покажу вам мой рабочий стол. Никогда, мне кажется, даже особо не уделяла ему внимания и не показывала никакие детали. Ну, собственно, самое интересное. Вот мой инструмент для монтажа. На рабочем столе всегда у меня стоит бутылка воды. Когда я монтирую, я выпиваю целую бутылку, а то и две. Наушники также для монтажа. На планшете у меня сейчас просто вся моя жизнь, мне кажется. Это супер. О, мой пароль вы видели. Только что мой пароль. Два самых лучших приложения, которые я для себя пока что выделила, это Notability и Tapsk. Здесь я планирую свой день. И это, пока что, самое удобное приложение, в котором можно планировать день, неделю. И вообще как-то все очень, знаете, просто, но в то же время красиво, минималистично и понятно. Например, на сегодня у меня задача начать снимать влог. Собственно, я это уже сделала. Мы можем поставить галочку. Мне нравится еще, что задача вот так вот можно ранжировать и менять их порядок. Посмотреть лекцию по нутрициологии. Загрузить видеообложку, настроить. Но сначала мне нужно закончить его монтаж. Поэтому сейчас я как раз этим займусь. На обед готовлю тыквенный суп и салат сегодня. Заказать нужно тофу из одного магазина, потому что у нас не везде продается тофу. И там, где продается, нужно заказывать его заранее. Мы заранее заказываем по 10 пачек. Завтра из него, кстати, я хочу сделать запеканку. Вот стоит у меня приготовить запеканку завтра. И завтра мы как раз уезжаем в лошадь. Как я это назвала? На лошадь. Собраться на лошадь. Это сегодня, кстати, еще нужно сделать. Начать курс по эко-привычкам от ForFresh. И позаниматься торгашкой. Это, собственно, отдельный мой инстаграм, где я продаю свои вещи. Вот, например, пожалуйста, рядом у меня лежит подушка для кормления. Была актуальна мне первое время после рождения Евы. И, собственно, сейчас она мне абсолютно не нужна. Я ее продаю. И много чего еще продаю, на самом деле. Если хотите, оставлю в описании ссылку. Начну я с самого приятного для себя, а именно с монтажа. Кстати, вы это видео, которое я монтирую сейчас, уже наверняка посмотрели, потому что блог мой выйдет позже. Не прошло 30 минут моего монтажа, как я проголодалась. Я пошла делать себе бутерброд с авокадо. Слеп-тостер. Беру тарелочку. Иду за авокадо. Вот этот самый том. Также мне понадобится немножечко руколы. И в качестве намазки на хлеб. Раньше я использовала творожный сыр. Но потом, когда отказалась от молочки, познакомилась с хумусом с потрясающим. И самыми разными пастами из хумуса, например, с паприкой, свекольный, тыквенный хумус бывают. И кунжутик. Великолепно. Девочки, мой вам совет. Объедайте зеленью. Особенно летом, когда ее так много и когда она самая настоящая у нас, у всех на грядках растет. Я зимой тоже постоянно покупаю зелень. Но там непонятно, кто где вырастил ее, кто доставил. Но я все равно ее покупаю. Это все равно лучше, чем ничего. Следующий уровень, конечно, это выращивать зелень у себя на подоконнике. Мой идеальный мир, наверное. Авокадо из пятерочки. Это просто счастье. Они твердые. Они твердые, когда их покупаешь. Но их нужно положить к бананам. И за пару дней они станут... Все. Гастрономический перерыв завершен. Я ухожу обратно в монтаж. Гастрономический перерыв. Ну что, на часах уже 3 часа. Я закончила видео. Мне Final Cut показывает, что я проработала над видео 20 часов 30 минут. Это я не только что, конечно, все 20 часов проработала. Хочу я вам сказать, что дома работать вообще невозможно. Большие усилия прилагать, в общем, нужно, чтобы сконцентрироваться. Поэтому я очень люблю выходить куда-то в кофейню поработать, например. Буду слушать лекции, попивать кофеек и есть вкусняшку. О мой бог! Как это красиво! Это капучино на фундучном. И здесь у меня как раз лекции, которые сейчас буду слушать. Кстати, так внезапно пропал Денис из моего влога и, в принципе, из нашего дня. Он уехал в деревню. Как раз завтра он привезет свою маму из деревни сюда. И мы уже всей нашей большой командой поедем к лошадкам. А сейчас они там собирают мусор. Каждый раз, когда мы в деревню приезжаем, мы в лесу там собираем мусор. Он мне уже отправил несколько видео, как много они там вместе с бабушкой, притом, собрали мешков. Я сюда куда-нибудь вставлю. А я тем временем иду домой, послушала несколько лекций. И я понимаю, что чем больше я знаю, и чем больше я погружаюсь в эту тему, тем меньше я знаю, короче. Но так всегда на самом деле происходит. Сначала мозг просто такой в шоке немножко, принимает всю эту информацию. Потом потихоньку все структурирует в голове. Я надеюсь. Я просто надеюсь на это. Но, конечно, очень глубокая эта наука, нутрициология. Но мне очень нравится. Очень нравится. А самое главное, что это прикладная, можно сказать, наука, которая мне пригождается и будет пригождаться каждый день в моей жизни. И если я захочу для моих родственников, для моих друзей, для моей аудитории даже, я могу внести что-то полезное. Это хорошо. Прекрасные ракурсы. Я вот там песочек ешь? На котельку пойдем? Качаемся мы вот так. Почему такая серьезная? Такую жару очень выручает флакончик термальной воды. Ева хочет присоединиться. Побежала-то. Можно с вами? Я что-то с сыном запотал. Ёп! Сука, наверное. Смотрите, что у нас поставили, где никогда ничего не стояло. Вот у нас есть такая площадка. Здесь просто качельки. И поставили детский батут. Но мы на самом деле держим путь в магазин. Еве за кругом. Потому что туда, куда мы едем, можно будет покупаться. И у Евы нет круга. Вот, наверное, что-то типа такого я и ищу. Наконец-то, наконец-то мой любимый пекан появился. Я его не ела, наверное, месяца три. Его не было нигде в продаже. Как-то очень незаметно. День подошел к концу. Уже 8 часов вечера. Я маму с Евой оставила в парке. На самом деле, Еве уже пора спать. А мы на улице. Но ничего. Посмотрите, как мама с Евой качаются. Что за милота? Просто стоят и качаются. Ева Милаш. Ты медитируешь? Угу. Красивое небо. Обзор первого продукта. Покупки. Наш салат на ужин. Но, несмотря на то, что это просто салат, он безумно питательный. Очень сытный. Потому что здесь есть и авокадо, и фасоль. Здесь черная фасоль. И этот салат я просто могу есть бесконечно. Здесь у нас очень много зелени. Кейл, кстати говоря. Впервые я его нашла и отыскала среди наших супермаркетов. Я, кажется, забыла сюда порезать перец. Сейчас порежу еще желтый перец. И вот такая у нас заправка. Заправка просто бомба. Я здесь на экране напишу рецепт. К салату или просто как отдельный соус. Это невероятно вкусно. Вот так выглядит кейл. Это такая кудрявая капуста. Специфического вкуса какого-то не имеет. Как и любая зелень, немножко горьковатая. Но как бы приятно. Вот в таких мешочках, фруктовках взвешиваем фрукты. Иногда уже заранее упаковано вот так, например. Ну, ничего не поделаешь. Конечно, покупаем так. А если на развес, то мы кладем свои вот такие мешочки. И этикетки вот так вот удобно можно на вот этой веревочке размещать. Что штрих-код спокойно можно считывать. А еще из такого интересного я купила батат. Это сладкий картофель по-другому. Попробуем. Испечем. А вот и покупка номер два. Машинка. Би-би. Сейчас пойдем, Ева, в ванну пробовать, да? Да. Опа. Это девочки Галамарт. 240 рублей. Садись в свою карету. Скажи, вы что, с ума сошли? Появляюсь перед вами в лучших своих видах. Две минуты после пробуждения. Дядя, ты что говоришь? Лев. Лев. Лева. Ляя. Ляя. Правильно. Ляяя. 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 Так, докладываю, какая у нас обстановочка на кухне. Я решила перед выездом сделать запеканку, которую никогда не делала еще по этому рецепту. Это творожная запеканка без творога, потому что она из тофу. Посмотрим, что получится. А тут у нас цветная капуста, брокколи и батат. Это все сейчас запечем. Сделаем соус. Будем встречать Дениса с мамой и отправляемся уже к лошадкам. У нас как будто сборы на неделю, и это только еда, если что. Кстати, вот этот пирожок, который мы уже половину съели, но уже упаковали с собой. Привет, молодой человек. Дой чебурек, привет. Чебурек. 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 Ева, что происходит, скажи? У нас какая-то суета немножко, знаете, как будто в фильме «Один дома», когда 11 детей, все собираются. Факуса на мне еще нет или есть? Есть. Я вот думаю, когда у нас будет трое детей, например, как мы будем вообще собираться в путешествие? И мама тут же ответила на этот вопрос, она говорит, это делается так. Но дети спят, а родители собирают чемоданы. Приехали к лошадкам, но пока что лошадка у нас только папа. Наше заселение произошло. Мы, правда, уже везде поставили наши замечательные сумки, и все уже выглядит не так красиво. Но ладно, это реальная жизнь. На первом этаже у нас такая гостиная, диванчик, стол. Здесь будем мы, наверное, завтракать и бедать, ужинать. Потому что сейчас все работает на вынос, то есть нельзя ходить, например, в заведение. Поднимаемся на второй этаж. Первая спальня. Тут, конечно, знаете, как в лагере, очень близко друг к другу. И спальня наша, да? Ева, мы тебе еще кроватку детскую попросим. Я думаю, мы сдвинем вот эту кровать в одну сторону и поставим в бок детскую кроватку. Давай, ложись. Спать будешь? Ложись. Кровать, роднойчик. Чего? Ну, только для левочки. Кровати, да? И да. Скажи, мне нравится так спать. Родители, вы не помещаетесь. Из окна у нас детская площадка. А, все хорошо. На ресепшн, да? Спасибо. Хорошо. Будет у тебя детская кроватка. Будет. Будет у тебя детская кроватка. Будет у тебя детская кроватка. Посмотрите, какую красоту привез Денис из деревни. С мамой. Мы тут уже поели ирга, коржовник, смородина. Красная смородина, малина, огурцы свои. В общем, у нас какой-то, знаете, сыроеческий стол. Здесь вот у нас какая-то сухая часть. Всякие вкусняшки и то, что не требует холода. Кстати, вот на первом этаже ванны. Все в таком природном деревянном стиле. Луна. Год рождения 2002. Ей 18 лет. Моя парень. Мы пижажки. Мы откатали свое. Отскакали, откатали. Сейчас у нас домашний такой вот и будет ужин. Из того, что мы взяли, я выложила фасоль, огурцы, помидоры. И будет авокадо. И будет хлеб с паштетом из тофу, наверное. Вот этот такой сытный паштетик. Как тебе езда? Иго-го. Ты шо, юморишь шо ли? Я ездил верхом на фараоне, представляете. А я на луне. Я забыла совсем сказать, что меня же луна чуть не сбросила. Ей что-то там померещилось. То ли птица, то ли мышь, то ли что. И она так сдернулась. Ну, я резко поводя на себя. И все хорошо. Так, ну там, цирк бабуся лей. О, ничего себе, как бабу хватил. Дева, ты судья. Ну что, у нас первая ночь. Тут даже постельное белье дали с лошади. Дали вот такой манеж. Я не знаю, зачем он нам на самом деле нужен. Потому что он очень низкий, сюда неудобно. Если что, класть его на сон. Сейчас будем спать, Айка. Возможно, мы будем все спать вот здесь. Поместимся. Добралась. Паш. Ева в шоке. Настолько в шоке. От игры что-то. Фраза всех мам. Ну что перед сном? Смешишь ребенка? Ева. 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 Мы тут подглядываем за бассейном. Сегодня сюда пойдем. Я надеюсь, вода подогревается. Потому что тепло, конечно, но ветер такой сильный. Мы позавтракали уже. Позавтракали мы то, что привезли с собой. А именно ленивую овсянку, заваренную с вечера в кокосовом молоке. Поели мою запеканку из тофу. Ягодки, авокадо, фруктики. И сейчас все это растрясаем. Можно так сказать? Играем в волейбол, в пионер-бол. Вообще все игры, по-моему, вспомнили. Горячую картошку вспомнили. Сейчас я буду присоединяться. Меня там уже зовут. Я вас поставила на мяч. Я вас поставила на мяч. Нравится колобок? Мы устроили себе романтик. Оставили Евочку с мамой. Сделал Денис кофе. Покажи. Ням-ням. И взяли печеньки. И сейчас будем идти по территории. Это наши печеньки, это не Евина. Будем просто гулять по территории и пить кофе. Доброе утро. Вот наш крайний день. Чуть не даже не день, а утро. Потому что мы до 12 уже уедем. Теперь это канал Дивы. Мне кажется, за эти дни мы максимально поиграли во все спортивные игры. Второе включение спустя 5 минут. Я уже более презентабельно выгляжу. Не в пижаме. Сейчас мы бежим играть в бадминтон. Пока время. Время у нас 8. Кстати, я здесь сломала свой браслет. Точнее, вот эту штуку. 8 часов, пока нет дикого солнца. Мы идем играть в бадминтон. У нас есть 4 часа до выселения. Мы будем наигрываться. И за эти дни мы максимально ловили время. Тут у нас просто стадион. В минуте ходьбы от нашего домика. Мы играли постоянно то в волейбол, то в бадминтон, то в футбол. В пионербол даже вспомнили. И классно, что все это время я вообще не заходила в интернет. То есть ничего не делала. Я как выставила видео в среду. Вот сейчас получается суббота. Все эти дни я не сидела ни в инстаграме, ни на ютюбе. Я только проверяла иногда комментарии под последним видео. И так отдохнула душой и телом. Все, я пошла умываться. Итак, мы уже приехали домой. На охране меня ожидали 2 посылки. Одна из них неудачная. Просто посмотрите. Это чехол для планшета. Вроде бы все хорошо. Очень удобный. Помещается сюда стилус. Очень удобно ставится. Да, все хорошо. За исключением одного маленького момента. Не со стыковочком. Обязательно проверяйте все характеристики вещей, когда вы их заказываете через интернет. Я этого не сделала. А вот вторая посылочка очень даже удачная и долгожданная. Но я вместе с вами хочу ее открыть. Я думаю, что вы слышали о такой замечательной вещи, как ирригатор. Такой красивый пакетик. Ирригатор это супер вещь для гигиены зубов. Сегодня вместе с вами я покажу его в действии. Это может показаться сначала сложным, но поверьте, все дело практики. Вы знаете, как я отношусь к уходу за полостью рта. Какая у меня потрясающая, в кавычках, долгая история зубов и лечения зубов. Поэтому я никогда не пренебрегаю тщательным уходом. Многие не могут справиться с зубной нитью. Многим зубная нить некомфортна в использовании. Она режет десна. Но для всех зато подходит ирригатор, который очень бережно прочищает промежутки между зубами. Тут есть несколько насадок. Ирригатор бренда ReveLine. И вы не раз еще встретите эту компанию. Скоро узнаете почему. И, кстати, очень классно, что это такой экономичный агрегат для всей семьи. И он никогда не кончится. То есть, если зубную нить нужно постоянно покупать, то в случае с ирригатором здесь просто нужно наполнять водой. И он вам прослужит хоть сколько. Ну что, дорогой, добро пожаловать на нашу полочку в ванной. Очень удобно, что у него вот такие присоски есть. И он твердо так хорошо зафиксирован, хорошо стоит. И пока что это самый красивый и одновременно функциональный ирригатор, который я только видела. Потому что у него прямо в крышке находятся все насадки. Но не пугайтесь, не нужно ими всеми пользоваться. Они для разных ситуаций. Например, мне актуальна будет насадка для имплантов. Также здесь есть насадка для брекетов, ложечка для языка и стандартные насадки. Вот одна из них уже стоит здесь. Я ее поставила. Ну и давайте вместе пробовать. Для начала нужно набрать сюда воду. Включаю наш агрегат. Да, я прочитала инструкцию. Вода должна разбираться нормально. Так и работает инструмент. Но чтобы вода не плескалась во все стороны, когда мы будем подносить насадку к диоснам, к пространству между зубами, нужно немножечко смыкать губы неплотно, чтобы как раз вода не плескалась в разные стороны. Давайте попробуем еще раз. Это так прикольно. Сразу так чувствуется чистота между зубами. Как правильно, собственно, им пользоваться? Мы подносим насадку к зубу, к началу зуба, и струей воды смываются все остатки пищи. И держать нужно под углом 45 градусов. Но это так просто, на самом деле, в использовании. Я вам скажу. Мне кажется, я сейчас подсяду и после каждого приема пищи буду проходить с ирригатором. Потому что ощущение сразу же, как будто бы твой рот прополоскали очень усердно и максимально эффективно. То есть вот наше вот это полоскание обычное, когда мы так делаем, оно вообще рядом не стояло. И мне кажется, что это даже быстрее, чем использовать нить. Очень круто. Мне очень нравится. Силу подачи воды можно здесь настраивать. Я делала на минимуме, потом чуть-чуть поднялась на среднем. Ну что, красотки, я буду заканчивать это длинное видео. Я очень надеюсь, что будни молодой мамы вам понравились также. А то и больше. Чем день, молодой мамы. Конец. Я уже приглашаю вас в свой инстаграм, потому что там вы меня можете видеть намного чаще. Там я появляюсь каждый день. Делюсь быстрыми рецептами. Вы постоянно мне говорите, что я очень мало показываю Еву. Но мне кажется, это не так. Там я выставляю каждый день наши совместные stories. Ну и, конечно же, улыбайтесь чаще. Куда я без этого. Пока.